Недавно я была в салоне, куда ходит инстасамка, и сделала на него обзор. Хозяйке салона это очень не понравилось, и она решила выставить все так, якобы я в этом видео вру. Очень дико возмущает, потому что я делаю там ногти. Всем привет, меня зовут Лиса, и недавно у меня произошла абсолютно очаровательная ситуация с одной из владелец салонов красоты, которой мы с Лианой ходили обозревать. Владелец салона красоты по какой-то непонятной мне причине решила, что я Ильяна Алгуни, просто потому что, ну, ей так захотелось. Хотя, знаете, дело не в том, что ей так захотелось, ей не понравился. Мой честный отзыв на ее салон красоты. Короче, ребят, запасайтесь попкорном, потому что сегодня будет очень жарко. Другие блогеры тоже не постеснялись рассказать о их ситуациях. С чего, собственно, все началось. В какой-то день я увидела то, что мне приходят вот такие вот сообщения. И я не поняла, почему люди вдруг накинулись на меня и пишут, что я вру. То есть, если я сказала, что все класс, а люди пишут, что все пиздеж, значит салон на самом деле полное говно. Что же происходит? Вы знаете, это тот самый момент, когда ты просто взял и с вами себя закопал. Ведь теперь выяснилось, что салон, который мне, Ильяне, изначально понравился, о чем мы говорим в видео. Сначала кажется уже многообещающим, потому что такое хорошее и положительное отношение от администратора обычно означает, что мастера в салоне нет. Говорю исключительно по опыту, но нет, он был в салоне. Просто вот такая хорошая, приятная встреча клиента. Поф, вы даже не верите, что может быть так все хорошо? Ну все хорошо. Подписчики, которые смотрели это видео и увидели случайно эту орду набежавших людей, тоже не поняли прикола, потому что что за хрень происходит? Мастер в целом очень приятная девушка. Как вы знаете, обычно я всегда чего-то недовольна, но в данной ситуации я реально была довольна всем. Потому что она не делала мне мозги, она умеренно поддерживала разговор, она обо всем очень хорошо как бы рассказывала, и если я у меня что-то спрашивала, получала полноценный развернутый ответ на любую тему. Я думала, что салон нормальный, Ильяне, тоже так показалось, но после того, как в мой адрес высказалась инстасамка и владелица салона о том, что я кого-то там оболгала, я, конечно, охренела, потому что этого не было. Охренели и мои подписчики. И вы знаете, я стала больше исследовать эту историю, другие блогеры мне тоже написали, и можно сделать теперь на самом деле вывод, что салон-то внезапно оказался полностью гнилой. И сейчас я буду абсолютно каждое слово в мой адрес, сказанное сначала инстасамкой, потом владелицей этого салона. Приходят в мою студию и снимают здесь все довольны до ужаса. Они здесь целуются, обнимаются. Когда они потом сидят и говорят, не очень формы, жирные, толстые, страшные. А потом какой-то подружкой маникюршей. Вообще, честно, я... Слово мастер. Вся эта история меня очень дико возмущает, потому что я делаю там ногти. Ой, сейчас мы будем с вами разбирать поминутно, посекундно обвинение меня за стороны владельца этого салона красоты к пиздобольствию, во вранье, во всем таком. Я не диснеевская принцесса, которая... Ла-ла-ла-ла-ла... Подставь, не знаю, там десять щек из десяти, чтобы тебя отпинали, отплевали, обоссали. Нет, я не такая. Просто я не трогаю других людей. Все. Всем привет. Хочу поговорить с вами на тему видеообзоров на мою студию от разных блогеров. Я этих блогеров не знаю. Я с ними никогда не работала и не сталкивалась. Тем не менее, после того, как ко мне пришла Даша, Инстасамка, началась история того, что стали приходить блогеры снимать обзоры, соответственно, свое какое-то независимое, объективное или нет, решать уже, наверное, не мне мнение. Но, тем не менее, хочу сказать, это не салон Даши, сраб. Это не салон Даши. Открываем мое видео, включаем, смотрим, что я говорю. Ну что ж, пойдемте проверим салон, где делают маникюр Инстасамка, Карина Арделяна и прочие ребята. Сегодня мы с Иандрой пошли в салон, где делают маникюр не кому-то, аж самой Инстасамке. Второй раз говорю о том, что мы идем в салон, где делают маникюр Инстасамки. Третий раз говорю о том, что мы идем в салон красоты за 1 минуту 7 секунд, где делают маникюр Инстасамки. Продолжаем. И это никому больше не принадлежит. Сразу, да, точки над И. Девочки. Какие точки над И, если никто про это даже не говорил? То есть, что? Я построила это все сама, своими руками, без чьей-либо помощи. Говорить о том, что вся, вообще, весь успех этой студии зависит только от меня и моих навыков, это неправда. Потому что огромное количество блогеров приложили к твоему успеху силы. И я пообщалась с первым блогером, от которого многие узнали про это заведение. Дело оказывается вот в чем. Есть такой потрясающий блогер-визажист, которого, я уверена, вы все прекрасно видели. Это ноткет-арт, и он очень популярен своими дерзкими образами и с многими блогерами работает. Мы списались, и, конечно же, всю информацию, которую вы сейчас увидите, он разрешил мне использовать. То есть, это ни в коем случае никакой не секрет, не слив личной переписки с его стороны. Это все то, что он мне сам предоставил. Ребят, всем привет. В общем, у меня случилась очень неприятная ситуация. Напишите мне, пожалуйста, в директ всех мастеров маникюра, которых вы знаете, хороших. Мне нужен новый мастер маникюра. Спасибо Юле за то, что она была все это время со мной, что мы создавали историю, делали очень крутые ногти, которые заметили все. Просто в какой-то момент человек... Просто пиздец, как сейчас тяжело об этом говорить, потому что я считал Юлю частью своей команды, которая никогда меня не бросит и всегда будет со мной. Когда человек дорывается до блогеров-миллионников или пяти миллионников или еще кого-то больше, он перестает ценить тех, у кого 150 тысяч. Перестает ценить того, с кого все началось. Вот, собственно, в этом вся причина. Прежде чем мы послушаем ответы, которые накатала, слава богу, что было совы, потому что так даже интереснее владельца этого салона, Хочется отметить следующее. Посмотрите, насколько вежливо, если вы, ну, вдруг забыли, пересмотрите этот фрагмент, насколько вежливо, мило и с какой грустью, искренней грустью он говорит в адрес салона и непосредственно владелица. Теперь немножко предыстории. Дело в том, что, конечно же, этот салон хайпанул не сразу. Первый, кто заметил этот салон, конечно же, был как раз NotCatArt. И он пошел туда, ему сделали действительно неплохую работу, он ее выставил, и его друзья-блогеры, доброе утро, блогеры с собой общаются, так даже в курсе, конечно же, они тоже это захотели, потому что у нас так это работает. Я тоже там, когда у кого-то вижу что-то прикольное, какой-нибудь тот же ресторан, там моя знакомая, да, да даже, может быть, мы лично не знакомы с этим блогером, но я увидела что-то у него в сторис прикольное, спрашиваю, блин, а это где? И, конечно же, мы друг другу постоянно все-таки кидаем, и мы сами постоянно ходим в фельсмены, всегда одни и те же места. Так вот, его знакомые увидели работу, им понравилось, они туда тоже пошли, им тоже предложили, соответственно, бартер, потому что когда к тебе приходит популярная личность, ты сразу улыбаешься. Так, давайте посмотрим, что ответила вот эта вот женщина своему первому звездному клиенту, благодаря которому она сейчас бьет себя в грудь и говорит, что она очень много старалась. Мы старания сейчас не опускаем, просто именно благодаря нему ее заметили. Я тебе расскажу, как я вяжу эту ситуацию. Ты ходила на ногти, тебе делали красивые ногти всегда, я никогда тебе не отказывала, я всегда выполняла все абсолютно твои капризы. Ты самый мой сложный клиент по длине, по технике выполнения, по длительности выполнения той иной процедуры. У нас никогда с тобой не было договоренности, что у нас будет какая-то команда или еще что-то. Тебе нужны были ногти? Давай откровенно, Сереж. И ты приходил и делал эти ногти. Давай вот это сейчас лизоблюдство, блядь, с твоей стороны. Реально, это уже как минимум некрасиво. Я просто еще раз убеждаюсь в том, какие люди лицемерные на самом деле. Все, что могла, это что? Как мастер маникюр сделал человек маникюр, это все, что могла? А вот с его стороны работа была сделана полосальная, потому что она привела ей огромное количество суперпопулярных блогеров, которые, кстати, впоследствии отказались с ней сотрудничать, потому что с каждым блогером был тот или иной инцидент. Просто понимаешь, в чем фишка? Если она так со мной поступила, она поступит и с тобой, и еще с кем-то. И как бы эта ситуация не была хуже, и когда человек говорит о том, что у нас же не было с ней конфликта, ну она же вот, мы же хорошо общаемся, ну, блядь, это первый звонок о том, что надо валить. Как бы она по-другому вести себя не будет с тобой, это временно. Так же, как она со мной хорошо общалась, мы очень близко общались. И потом она просто с них, я говорю, да ты, типа, от меня такая маник вообще-то хотел. Блядь, я делал для нее очень много всего, типа, хорошего и желал ей только лучшего самого всего. А видишь, она как бы немного по-другому мысляет, она думает, что люди не могут делать ничего хорошего, просто так не делать это что-то зачем-то. В целом, мы как бы все можем позволить себе маникюр за любые деньги в целом. Ну, то есть, это вообще не проблема. И как бы тут делать, блядь, не экономишь, что по партнерам делают в боксе. Что за хуйня вообще? Ну, короче, вот видишь, она вот так вот думает. Короче, с учетом, что она просто забила на меня хер, наклеила стразы, которые просила оставить мне другому более популярному блогеру. Дальше еще небольшой инсайт. От нее все мои друзья отвернулись. Она почувствовала, что такое быть говном. Видишь, есть люди, как инстасамка, и они находят друг друга и взаимодействуют. Ну, что ж, удачи им и всего доброго. Ну, тут поинт в том, что некоторые блогеры все еще действительно доходят, в том числе и инстасамка. Кстати, инстасамка. Отдельный разговор давайте разберем сейчас с вами ситуацию с инстасамкой и вот этим вот скриншотом. Сразу забегу вперед, это очень смешно. Дело в том, что так как инстасамка вот это вот выложила, некоторые паблики, в том числе фан-паблики инстасамки, стали публиковать о том, что вот хейтеры инстасамки, допустим, ладно, пусть будут, сходили в салон, куда инстасамка ходит на маникюр и обосрали мастеров. Давайте посмотрим на некоторые из этих комментариев. В общем-то, большинство комментариев о том, что как бы доброе утро, Лиса и Лиана в своем видео ничего плохого про мастеров не говорили. Потому что Лиса и Лиана ничего плохого про мастеров не говорили, это факт. Итак, читаем. Проснулась и мне пишет мой мастер маникюр. Фан-фэкт инстасамка прямым текстом пишет, что она проснулась и... Все, она просто поверила сообщению, которое ей поступило от ее мастера маникюр. Видео она сама не осмотрела. Если бы она удосужилась посмотреть хотя бы первые 10 секунд, она бы поняла, что мастер ей просто вешает лапшу на уши и хочет хайпануть на ней еще сильнее. Я, кстати, про 10 секунд не набрала. Сейчас будет пруф. Проснулась и мне пишет мой мастер маникюра, что после того, как я начала ходить в ее салон, многие начали ходить туда, снимать видосы на YouTube, типа обзор салона инстасамки. Первое. Это не мой салон, это салон Юли. Мое видео. Первая фраза. Ну что ж, погруз, проверим салон, где делают маникюр, инстасамка, корина Артеляна и прочие ребята. Два. Если вам нравятся ногти, ходите. Не поняла связь, ну ладно. Три. Если вам не нравятся ногти, не ходите. Все просто. Как узнать, нравятся тебе ногти или не нравятся, если ты не был в салоне, я не знаю. Поэтому, ну, эти два пункта мне не понятно. Не нужно приходить в салон, делать маникюр, бежать отчасти, фоткать ногти, говорить, что все пиздато. Уходите, потом делать видосы на YouTube о том, что вам не понравился салон. Так вот. Я не видела ни одного момента, где мы бы визжали отчасти. Вы можете сами пересмотреть это видео и прям по динамду написать, в каком моменте кто-то из нас с Лианой визжал отчасти. Фоткать ногти. Но это было очень странно. Как вы представляете себе снять обзор на салон и не показать результат? Это прям очень тупое предложение. Я не понимаю, как его комментируют. Говорит, что все пиздато. Ну, в целом, вот что я сказала про мой маникюр. Вот что я говорю мастеру в салоне. Я реально рассчитывала прийти и сделать как бы рисунки, но, собственно, я за этим шла. И мне очень странно, что даже не спросили по поводу дизайна. Но учитывая, что у вас креативная работа в аккаунте. В целом, это все, что я говорила на тему моих ногтей в салоне. А это единственный мой комментарий о ногтях. За кадром не в салоне. Больше я ничего о них не говорила и никак не оценивала. Такой длины были. Да. Это наращивание. Нет, это обычный покрытие. Так может быть, Лиана визжала от счастья, а за кадром обосрала. То есть вот реперин? Да, да, да. Правда? Ну, тут понятно, что на белом фоне более четко видно, потому что там черная обводка. Но как бы, да, выглядит хорошо. Правда, хорошо. Угу. Все то же самое, что было в салоне, мы буквально повторили дома. Вот мы сидим дома на этом же самом месте. И на этом же самом месте мы говорим, что все хорошо. Вы бы знали, как меня бомбит, пока я монтирую. И говорить о том, как вам не понравился салон. Я пересмотрела это видео несколько раз. Я не нашла фразы о том, что кто-то из нас сказал, что салон плохой. Этого не было. Пара слов о микро-стаде, которая на меня накинулась после поста инстасамки и владелицы салона. Парда набежавших, объективно, очень тупых людей, которые даже не умудрились открыть это видео. Несколько своих дневных сообщений, которые увидели мои подписчики, спросили, типа, в каком это моменте. Ну, люди, естественно, не стали на это отвечать, потому что зачем смотреть видео, если можно просто прочитать пост условно инстасамки или пост владельца салона, не смотреть видео и просто прибежать и сказать, что вы все врете. Когда мы буквально говорим о том, что все было норм, но мы все врем. Если по какой-то причине в этот раз она тоже решит как-то ответить на эту сториз и просто сказать, это все неправда, там такого не было, Лиса, у меня такая мерзкая, сука. Она лопала с глазами, с глазами капсирала. Чего, кстати, не было в том видео, но вы это все увидите дальше. Я больше не буду на это реагировать. Я это снимаю только по одной единственной причине. Я просто хочу, чтобы люди знали, как за их деньги, их же в салонах красоты дурят. И что они думают. ...которые приходят в мою студию и снимают здесь все, довольны до ужаса. Они здесь целуются, обнимаются. Вы реально думаете, что я готова целоваться и обниматься с мастером? Я не тактильный человек, который не обнимается и не целуется со своими друзьями. Буду обниматься от маникюра, даже если он мне пиздец, как понравится. Вы действительно думаете, что это как минимум не преувеличение? Ради интереса я написала моему мастеру по волосам. Я постоянно снимаю видео о моих волосах на ютубе, поэтому вы наверняка его видели, вызвать той ли. Так вот, не в моих видео нету какого-то лютого обосраться восторга. И у него я тоже спросила, может быть, я чего-то не знаю за кадром, я впадаю в безумие, начинаю со всеми обниматься и целоваться. Давайте послушаем, как обычно я реагирую на хорошую услугу, которая мне нравится. Не надо, пожалуйста, так нагло врать. Я никогда в жизни не буду обнимать мастера, потому что я не тактильный человек, о чем я заявляю постоянно. Я в миллион раз пересмотрю это видео, и я все еще не могу понять, зачем вообще было придумывать вот это вот все то, что мы пипец, как радуемся от восторга в салоне, когда в видео нет ни одного фрагмента, где мы бы показали, что мы прям пипец, как радуемся. Мы все еще люди, которые пришли на обслуживание в салон красотая для того, чтобы пообниматься с другими женщинами. Вы меня, конечно, очень извините. Это просто вранье. У меня нет пруфа, потому что я этого не говорила. Соответственно, я не могу подтвердить то, что я этого не говорила, потому что я этого не говорила. Вы также можете пересмотреть это видео и написать мне четкий тайм-код, где я или Лиана в салоне или за салоном говорим, что это были лучшие ногти в нашей жизни. Мы этого не говорили, но вы можете внимательно послушать и написать. Возможно, я сошла с ума, спойлер, я не сошла с ума. И в следующий раз я тоже их буду снимать, чтобы потом показать вам их реакцию. У вас есть камера. В принципе, можете найти файлы и показать, как мы обнимаемся. Когда они потом сидят и говорят, что не очень форма, жирные, толстые, страшные. Так, запомнили. Жирные, толстые, страшные, не очень форма. Давайте посмотрим наш с Лианой отзыв про эти ногти. Что мы говорили на самом деле про них. Лиана, очевидно, сидит сейчас в салоне. В салоне она сидит и говорит, что мне кажется, что мои ногти немножко идут наверх. Она это абсолютно спокойно прямо сейчас говорит мастеру. Она все равно немножко вверх летит. Даже с вами вот так, как ты смотришь, все как будто бы прямо на вас выглядят, а вот это немножко больше на вас. То есть не вверх, а к вам. Вы согласны? Нет, вы не считаете, что он вверх летит? Это вообще точно прямо. Если вас смешает, давайте я доложу с нижней вот эти вот параллели. А это долго? Ниже при этом тоже. А теперь объясните, в чем суть проблемы. Если клиент сидит на маникюре, ему по факту при мастере, не за глаза, при мастере что-то не понравилось. Вы видели сами, с кем лицом Лиана обращается к мастеру. Типа, как вы считаете, если вы считаете, что это не нужно, мы даже доделать не будем. Она спокойно говорит, что вот у нее есть некоторые сомнения на тему одного ногтя, что мы с вами будем делать. Абсолютно мило, вежливо и хорошо. То есть вот реферин? Да, да, да. И они правда очень похожи. Это правда. Ну тут понятно, что на белом фоне более четко видно, потому что там черная обводка. Но как бы, да, выглядит хорошо. Правда хорошо. В каком моменте мы говорим, что то, что ногти неровные, толстые со стороны Лианы или со стороны меня? Этого в моем видео нет. Но теперь я поняла, что мы были неправы, когда не докопались до этой работы и похвалили ее. И, собственно, вот почему. Есть у меня подписчица, которая работает мастером маникюра. Именно увидев ее работу, Лиана захотела повторить на своих ногтях ее идею маникюра в том видео. Несмотря на то, что огромная разница в уровне так называемого звездного салона и работ моей подписчицы, куда как бы не ходят все самые популярные блогеры. И свою аудиторию она набирает не потому, что ее блогеры популярные отмечают за ноготочки по бартеру, а потому что у нее работы действительно охрененные. Поэтому, если что, я ссылку на нее оставлю в описании, подписывайтесь, реально годно так вам. Мы ничего не сказали против результата, который мы получили. Хотя, если вы видите, мы могли бы прикопаться очень сильно. Но тогда мы сказали, что этот маникюр нам нравится. Теперь же, я думаю, вы видите все сами. Самое тупое, что получив даже настолько, я думаю, вы теперь сами все видите, нехорошую работу по сравнению с тем, что мы желали, мы ее похвалили, но нас обосрали, понимаете? А теперь я прямо говорю, что да, эта работа крайне слабая. Хотя в том видео Ильяна и я сказали, что да, получилось неплохо. Но теперь картина вот такая. Если что, именно как референс мы использовали вот конкретно эту картинку, это чужая работа, но смысл в том, что Ильяне просто понравилось здесь расположение больше, но понятно, кто кем вдохновился, и в принципе уровень, я думаю, вы сами все равно уже смогли оценить. И сейчас так говорю не потому, что я лицемерка, а потому что буквально в том видео мы и в салоне, и за его пределами эту работу похвалили. Но сейчас я хочу, чтобы вы просто видели, насколько мы не прикапываемся, а очень всегда даже лояльны. Но с этого дня будет иначе. Ну а теперь, собственно, неудивительно, что по мнению хозяйки салона, эти ногти действительно можно было бы озвучить именно так, как она сама это сделала. Не очень формы, жирные, толстые, страшные. Потом сами посмотрите целиковое видео, которое так сильно бомбануло вот этой вот женщины, по какой-то, не, все еще непонятной причине, и сделайте выводы. Потому что на самом деле, мне кажется, блядь, внутренний порыв с этой историей. Я сейчас немножечко расскажу про их реакцию. То есть, когда записывалась какая-то девочка с черными ногтями, блогерша, не знаю, как ее зовут. Блогерша, не знаю, как ее зовут, но записала про нее миллион бомбящих сообщений, оставила комментарий. Ну да, абсолютно не знаю. Настолько не знаю, что в первый день выхода видео оставила комментарий. К этому комментарию мы еще вернемся. Она записывалась на наращивание черных ногтей. Про дизайн она не сказала ни слова. И, соответственно, дизайн мы не оставили никакого времени ей. Что логичному. И вот эта девочка с черными ногтями пришла и сказала, что она хочет делать рисунки на всех ногтях. На что я мастер сказала, к сожалению, мы не успеем, потому что середина рабочего дня и после вас у меня клиенты. Ну, не середина рабочего дня, это было 10 утра. Но это не важно. Но я не понимаю, зачем такой факт добавлять про середину рабочего дня, когда я пришла в 10 утра. Не знаю. По поводу ситуации с дизайном действительно было. И все это происходит на видео при мастере и администраторе. При записи администратор не уточнил, будет ли у меня дизайн. И отсюда произошло недопонимание. У меня два вопроса. Первый, почему администратор не уточнил, будет ли дизайн или нет. И вышла в салон, где делала креативные маникюры Вроде как в интересах салона, в избежание проблем с клиентом Все узнать и планирует время Второе это ситуация с Лианой, но к ней мы вернемся детально чуть-чуть позднее На нее тоже наедут Это началась потом внутренняя истерика Мы ей все много раз объяснили Администратор к ней неоднократно подходила Сказала, что ваш менеджер вас не записал на дизайн Поэтому мы успеем сделать только наращивание Наращивание отказалось, мы ей делали укрепление натуральных ногтей Достраивали уголочки с помощью акригеля Про акриловое укрепление сейчас сказать не могу Вот так вот мне делали покрытие Если вы тут видите акриловое укрепление Ну, значит оно есть, я об этом не разбираюсь Пока еще, потом буду разбираться Итак, я показываю то, чего не было в прошлом видео Потому что я решила, что это неинтересно и несущественно И мне сейчас нужна помощь тех, кто реально разбирается Скажите, пожалуйста, делали мне здесь достраивание кончиков акригелем или нет? Так выглядят мои ногти после итогового аппаратного маникюра На них нет никакого дополнительного геля И на следующих сценах, на следующих кадрах вы видите то, чем мне начинают покрывать все мои ногти Вот, это считается как наращивание кончиков Вот это вот все Пока, если вы понимаете, что происходит, невозможно, пишите коммент, я придумала это Я сейчас монтирую видео И я подумала, решила, зайду-ка я к ним, короче, на сайт Зашла на сайт, цена-то у меня есть за маникюр По карте, пожалуйста Маникюр, так называемый, под ключ, то есть со всеми опциями, как у меня, стоит 3000 рублей Именно столько я заплатила По словам владельцы салона, мне делали также еще наращивание акригелем И я увидела эту услугу на сайте И стоит она дополнительно Собственно, за каждый ноготь оплачивается Да еще не все Дело в том, что, вот, у меня есть запись Она не обошла в видео, но я нашла ее у себя на компьютере Где я говорю, что срезайте мне ноготь полностью под корень Еще раз, знатоки, которые разбираются Вот сейчас без сарказма, без всего Делаются ли ногтям, которые срезаются под самый корень Наращивание кончиков, углов, даже гипотетически в теории А мы тогда длину эту, которую у нас сейчас есть Мы ее убираем? Да, 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 давайте уберем Да, пусть они будут маленькие А это итоговый результат И этого фрагмента тоже нет в том видео Но здесь вы можете увидеть, я демонстрирую вам ногти, которые у меня получились Вот, собственно, самые короткие черные ногти, которые убраны абсолютно под корень И эта работа заняла по времени 2 часа 20 минут А не 4, как она говорит на своем ютуб Я не говорю на своем ютуб канале, что она занимала 4 часа Я сказала 3,5 часа Мне делали вот эти ногти 3,5 часа Здесь абсолютно, ну, мой косяк Я потом проверила по таймлайну Это действительно было не 3,5 часа, а 2,5 часа за короткие черные ногти Вот, тут действительно мой косяк Тут вот за это вот мне можно объективно предъявить Тут ли самая абсолютная мразь Она на целый час сказала, что работа была сделана дольше В кадрах можно увидеть, что я выхожу из салона в 12.32 За пару минут до этого я оплатила на кассе услугу В целом вот вся история Действительно косяк мой Маникюр мне начали делать ровно в 10 часов Я пришла без опозданий Соответственно, где-то 2 часа 25 минут Мне делали маникюр Кстати, в любой другой ситуации за этот момент я бы извинилась Но так как меня оболгали вдоль и поперек То я даже извиняться за это не буду Обманывает Высосать с пальца нужно Обмануть нужно Создать сенсацию нужно Дальше была какая-то другая девочка с разноцветными волосами Я не знаю, кто же так ее зовут Эти блогеры, повторюсь, я не знаю Мне так нравится Она была у мастера студии Была абсолютно просто вот окрыленная Вся такая Вся такая притерно-сладкая Я понимаю, если вы снимаете обзор А потом будете херачить с ног до головы мою студию Давайте еще раз вернемся к тому, кто херачит с ног до головы студию В этом видео нет ни одного фрагмента, где мы херачим с ног до головы студию Или сильно улыбаемся мастеру в лицо Приведу тупо самый первый фрагмент Где притерно-сладкая девочка высказывается о салоне Вот так она херачит с ног до головы студию Пожалуйста, можно мне объяснить, в чем разница реакции Лианы в салоне и дома? Это позитивные эмоции, что в салоне, что дома Лизоблюдка, тут только ты Придите тогда, если вы собираетесь в любом случае, понравится вам процедура или нет Снимать негативный обзор Где негативный обзор? Лиане ее маникюр понравился Она им довольна, что говорит в салоне и за пределами салона Но по какой-то причине, видимо, мы не настолько довольны А, видимо, нужно было делать так Боже мой! Вы не поверите! Если мы сходили в салон, нам сделали самые лучшие ногти за всю историю человечества Самые лучшие ногти в жизни То есть, если тебе просто понравилось, ну ты там не обоссалась в восторг Значит, это трактуется как плохой результат Мы трактуемся как лизоблюдки, как пиздоболки Самое главное зло на свете, которое хочет хайпануть на несчастные женщины Ну, я не знаю, что сказать Может быть, вы что-то скажете Ведите тогда себя более сдержанно Ну, как-то противно немножко Ведите себя более сдержанно Хорошо, вот мое поведение Съемка прямо из салона Да-да-да, вот она как раз еще и длину любит Там, знаете, такую гигантскую По моей реакции видно, что я там обсосываюсь от восторга Улыбаюсь, с кем-то обнимаюсь Я просто сижу и думаю, что мне делать в ситуации Когда я записалась на наращивание ногтей И у меня они уточнили про дизайн Поэтому мне дизайн сделать не успеет Я, а, не устраиваю скандалы и истерику Я, б, не сижу и не обсыпаюсь от восторга Я просто веду себя как обычный вежливый человек Без проявления каких-либо эмоций Потом меня чуть-чуть даже начинает бомбить Причем бомбит меня не дома, а конкретно в салоне И вот сцена, где меня немножко подгорает Я прямо говорю моему мастеру, что я расстроена из-за сложившейся ситуации Я расстроена из-за сложившейся ситуации Я не говорю, что я сейчас обоснусь от восторга Я готова вас обнимать, целовать из-за сложившейся ситуации Я говорю, я расстроена Не улыбайтесь здесь, не ведите себя как лизоблюдки Сделали ей дизайн с помощью аэрографа И на все на это у нас ушло 5 часов Это ложь То есть только что ты говоришь, что я вру ради того, чтобы поднять себе рейтинги Обманывает Высосать с пальца нужно, обмануть нужно, создать сенсацию нужно В этом моменте, но сама же на 2 часа соврала В салоне 7 часов Лиана действительно проторчала там 6 часов 40 минут Вот идут первые записи Лианы Сейчас мы найдем видео, где она заходит в салон Ну, короче, ладно, вот она вроде сидит на маникюре Да, очевидно, она здесь сидит еще только-только начала Давайте посмотрим, сколько времени 10.05 Подвину, чтобы вам было лучше видно 10.05 Я думаю, всем очевидно, что мы в разные дни, да, с Лианой ходили туда А теперь давайте посмотрим, в какой момент она выходит из салона Вот маникюр закончен Вот ногти она снимает Посмотрим этот файл Собственно, открываем этот файл И время, когда она снимает ногти 16.37 А значит 6 часов 37 минут Конечно же, это не все, потому что все еще у нас есть инстаграм, куда опубликовались сторис И в инстаграме есть тоже замечательная функция посмотреть время Так что... Ну ладно, бог с ними пусть обманывают Ладно, бог с ними пусть обманывают, то есть ты сейчас обманываешь, говоришь, что мы соврали Лиана не обманула ни на секунду Вот этой девочке второй, которой мастер студии нарисовала дизайн в подарок Какой иначе был бы смысл делать человеку в подарок, блин, дизайн на всей руке, если нет косяка за салоном? Эй, доебались до моего туалета Туалет это важная часть, это такая же часть пространства, как маникюрный стол Все, нам не понравился этот туалет, это правда Слово даем, здесь неуместно Люди не любят, когда происходит когнитивный диссонанс Когда заходишь, вылизанный там, не знаю, салон очень красивый, фэнси, все вот это вот такое Заходишь в туалет, то ты ожидаешь туалет, который будет такой же И когда ты видишь туалет, который не вписывается в это во все, ты не задаешь себе как клиент вопрос А успели тут сделать ремонт? Я не знаю, есть ли у владельца деньги на то, чтобы поставить новый унитаз? Ты смотришь на то, что ты видишь Я клиент, меня абсолютно не колышет, на какие деньги все это сделано Как и мастеров не колышет, на какие деньги я пришла к ним делать свой маникюр Их вообще не волнует, что и откуда у меня эти деньги Я на них насосала, я заработала, их на улице нашла Никого это не волнует Вас волнуют мои деньги, меня волнует та услуга и тот визуал, который я вижу, все А они сказали, что у меня это что, от педикюрного кабинета? Мы уже... Никто не говорил, что здесь нет педикюрного кабинета Вот это соответственно маникюрные стойки Как мы с вами можем видеть, очень много лака и нет самой важной педикюры И нет самой важной педикюры Я не сказала, что здесь нет педикюрного кабинета Я сказала, что здесь нет педикюра Подразумеваю, что в этом помещении, которое прямо сейчас я снимаю, нет педикюра Вы видите здесь педикюр? Я тоже его не вижу, потому что его нет И основано это на том, что обычно, когда я прихожу в салон на проверку Вечно у меня летят чьи-то ноги в лицо Потому что они ставят педикюрные кресла прямо рядом с маникюром Я не понимаю, я с таким впервые сталкиваюсь, я правда не знаю, как реагируют Меня реально бомбит Я не буду это вскрывать Почему я даже вскрываю, потому что меня это бесит Меня реально бесит то, что меня обзывают обманщицей Я буду бомбить Плохо смотрели? У меня отдельно оборудованный педикюрный кабинет Если девочки привыкли ходить в салоны эконом-класса Где педикюрное кресло стоит в общем зале Где люди сидят, пьют кофе и делают ногти В таком случае, да, я ничего... Именно об этом я и говорила Что здесь нет педикюра В этом помещении педикюра нет Я не успела везде, к сожалению, сделать качественный По меркам, может быть, бизнес-сегмента Ремонт Я себя никогда не называла бизнес-салоном, бизнес-классом и так далее У меня хорошие качественные услуги Конечно же, не эконом-класса Пожалуйста, существует несколько классов салона красоты Эконом-класс, бизнес-класс, премиум-класс, салон-класса люкс Все Вот это вот все виды салона красоты, которые существуют Нечто среднее между эконом-классом и бизнес-классом нет Поэтому, возвращаясь к вопросу Если это не бизнес-класс и не эконом-класс То какой может быть это премиум или салон-класс люкс? Ну, как раз таки, смотрите Обслуживать вип-клиентов Из этого следует высокий требование к интерьеру, персоналу и качеству услуг Я прекрасно понимаю, что это не салон премиум-класса Я просто иронизирую То есть, дальше действительно шла ссылка на мой канал Казалось бы, ну вот люди, которые пошли смотреть видео на мой канал Должны были обратить внимание, что на моем, как раз таки, канале на моем этом видео Нет вообще ничего того, о чем говорит владельца И да, мне действительно было неприятно читать вот эти вот комментарии от людей Которые даже не пытались посмотреть первые 10 секунд видео Но уже сгидали меня говном Потому что вот эта вот женщина, буквально, в прямом смысле слова Слово меня оболгала На этом история не заканчивается Как бы в ход пошли наши подружки Мастера Давайте послушаем мнение подружек-мастеров Классных клиентов этого салона Тоже направлены в мой адрес Тут, конечно, будет еще веселье То еще Делают ногти многие блогеры Миллионники, инстасанка в том числе И одна из каких-то мелких пиговиц взяла И сделала на нее видеообзор И просто в лицо срала ее студию Называв ее какой-то, типа А-ля, никакой не звездная студия Вообще там... Ну вы поняли, да? Уже как бы Какой мастер, такой салон Говно Я вообще, если честно Охуеваем такими людьми Которым, блядь, по 15, по 16 лет Мне почти 30, но это не важно Еще, блядь, молоко Сгубь не обсуждают Живут за счет своих, блядь, родителей Из недавних моих покупок для моих родителей Спортивный кабриолет для моей матери Сейчас я планирую покупать в Германии дом Но это так Все еще живу за счет родителей Пис Только научились, блядь, телефонами в рассрочку снимать, блядь Сбор донатов, вот по ссылочке в описании Кидайте деньги, погасим рассрочку Хотя бы по рублю киньте, погасим рассрочку Обзоры на какие-то, блядь, бизнесы И говорить А-а, распаковочка чек А-а, распаковочка чек Да, у меня действительно очень много распаковок Потому что я один из самых популярных бьюти-блокеров И действительно мне приносят много косметики Которую я распаковываю Это моя работа, за это мне платят деньги Ну вот, собственно, да, действительно распаковочка Вообще, честно, я охуевана всей этой истории Меня это очень дико возмущает Потому что я делаю там ногти Да, я иду туда Меня безумно возмущает эта история Меня вообще безумно возмущают все вот эти какие-то поступки Конченые, вот эти вот малолетние каких-то, блядь, блогерш И я не понимаю, что это за адский эйджизм Все время в сторону подростков Которые в жизни вообще ничего не достигли Кто ты? Ты никто А люди, которые чего-то в жизни достигают У них есть бизнес, у них есть предприятие Далеко не у всех людей, которые чего-то достигают в этой жизни Есть бизнес или есть предприятие Курицы, которые, блядь, пять минут на ютубе побыли Собрали миллион подписчиков А через два года ты никто Это пустышки, понимаете? Я бы скажу Моему ютуб-каналу практически пять лет И у меня не миллион подписчиков, практически три Людей, которые собственные бабки Собственное здоровье Собственные ресурсы Кладут всю свою жизнь на создание вот этого бизнеса Просто переживают все взлеты и падения Дают свой уникальный продукт Им удается, извините, зарабатывать на этом Привлекать уникальную аудиторию в виде каких-то блогеров-миллионников И вот это Подождите То есть, секунду Только что этот человек говорил Я запуталась, помогите Только что этот человек говорил Прямым текстом в сериал блогеров Сейчас этот человек говорит о том, что он так много работал и старался Что такие, как я, обращают на него внимание и идут с ним сотрудничать На этом видео на ютубе там дохерища Ты еще просмотров Ну, да, больше миллиона Это еще просмотров Это правда И то, что там говорят, это прям полный пиздец Хорошо, мы похвалили салон, но если на тот взгляд он дерьмо Я реально в тот момент, когда снимала этот обзор, думала, что салон нормальный Сейчас я думаю, что это самый худший салон, который можно себе представить Не иронично Если меня сейчас будут спрашивать, какой салон вы считаете самым говеным Я скажу, что вот этот Поставлю ему абсолютный ноль рейтинг И да, действительно, для того, чтобы сделать, блядь, ногти с дизайном, сука Для этого действительно требуется больше времени Это, блядь, очень логично, понятно Потому что мастер, блядь, он не экстрасенс Он не может догадаться А, вот эта вот запись, наверняка у нее, блядь, будет там дальше дизайн Блядь, давайте попробуем на картах второго раскинем Это честно, тупость вообще Блядь, откуда? Я говорю, 16 лет, тот возраст, когда надо просто, блядь, вот башкой биться в каждый гугл То есть сейчас, я так понимаю, этот мастер маникюра предлагает людям, которым 16, биться башкой о каждом углу Ну, то есть он буквально так сказал, это не предложение Он призывает вас биться башкой о каждом углу, средше наследний, конечно И все, кто меня знает лично, все знают, как я на это все, блядь, просто шлю нахуй и все Блядь, ну просто нахуй и все Просто вот, блядь, дом, вот порог, вот, блядь, по стенам встречку Пусть земля тебе будет пухом и все Ааа, как тупо И я всегда жил, по принципу, Ольге пуст был Мне бесполезно вообще говорить, что я что-то думаю не так, говорю, там что-то не так И вы вправе с ним как бы соглашаться, а в принципе как бы нет, мне в принципе насрать Вот, я высказываю свое, а вы там как бы при своем оставайтесь, вот Но могу сказать одно, что у меня тоже есть свой бизнес И я знаю, как это делается И когда ко мне приходит клиент и начинает вести себя неподобающим образом Я этого клиента тоже посылаю нахер, честно Сейчас мы слышим, что мастер маникюра, у которого также есть свой бизнес Работает по принципу, что если клиенту что-то не нравится, его просто шлют нахер Если что-то не нравится, все шлют нахер Я считаю, что сфера обслуживания должна работать именно так Нет, я так не считаю Как вам повезло в этой жизни, что у меня в один момент будет салон? Когда откроется мой салон, не знаю, как это произойдет, через год, через два, через пять лет Потому что я сделаю его лучше Наслаждайтесь и зарабатывайте себе на то, чтобы в будущем, ну, вам было чем закрывать на айфонах рассрочку Потому что мой салон будет лучше, и мой салон будет для клиентов Поэтому я считаю, что принцип победительного бизнеса, он такой Либо ты его делаешь, либо он тебе сделал Поэтому здесь не важно, как ты будешь относиться к таким людям, которые пытаются тебя засрать Здесь главное в этом во всем просто продолжать гнуть свою линию Ребят, ну, я думаю, в целом там просто много Мы услышали, что если к тебе приходит неудобный для тебя клиент, руководство Ты шлешь его нахер, и даже если ты не прав, ты продолжаешь гнуть свою линию Ну, хорошо Вот таким вот, блядь, беспринципным и твердолобым, непоколебимым Вот и все И сейчас салоны не бегают больше за клиентами Чуть больше клиенты бегают за салонами Сейчас очень сильно изменился, так скажем, вайп И у людей немножко выбора нет Им приходится, знаете, так идти на встречу, записываться, да Платить столько, сколько нужно, и все Вот Для меня очень дороги мои подписчики Это факт Для меня действительно очень дороги мои подписчики И поэтому с этого дня я буду ждать вашей истории о похождениях в разные салоны красоты Особенно если эти салоны красоты не просто салоны, куда вы всю жизнь ходили И вам накосячили А если это салон, в который вы пошли по совету какого-то блогера и вам там не понравилось Чтобы вы об этом писали мне Я не хочу, чтобы вы страдали Я не хочу, чтобы вы оказывались в дурацких салонах Чтобы вы носили деньги тем упырям, которые берут ваши деньги, а потом вас обсирают Или вот так вот о вас думают Я хочу, чтобы вы ходили в лучшие салоны, где трудятся хорошие люди, где отличные владельцы салонов Которым действительно небезразличны так же, как и мне, своя клиентская база Для них клиенты любимые, важные, добрые гости Я хочу лично сходить в эти салоны и посмотреть, что там происходит Поэтому очень вас прошу в директ все ваши истории Оттуда берутся все вот эти инфо-цыгане, которые сидят вот так вот, блядь, на ютубчиках, блядь, в инстаграмах, блядь, сидят, блядь И нахуй вот этой вот хуйнёй, блядь, занимаются Выставляют, блядь, нормальных людей полную гавню Вы согласны, что человек, который говорит эти слова нормальные или нет? Мне просто интересно посмотреть, как много людей, которые считают, что это нормальный человек Понятно Потому что я здесь имею право, пиздень Потому что вот там за плечами у меня стоит бизнес Хорошо, да, мы поняли И благодаря этому бизнесу у меня есть опыт И право об этом говорить Потому что я работаю с живыми людьми И я зарабатываю живые деньги А не, блядь, выкманные, понимаете? А настоящие Я езжу на нормальном, блядь, живом Мерседесе Живу в нормальной охуенной квартире, понимаете? А это к чему вообще было? У меня работают нормальные, адекватные люди Они все живые Если вы реально работаете с этим человеком Не потому что вас принуждает Потому что у вас безысходность Ввиду того, что вас не берут на другое место Я, честно, наверное, вам сочувствую Вот это у себя, блядь, ебалистика Мы там побывали, нам накрасили черным цветом Ой-ой-ой, как все хуже, блядь Так иди, блядь, создай свое Заработай за его же, блядь, денег Я сделаю Создай свою студию, Маник Да я создам Где будет все, как ты хочешь Да, там будет потрясающе Будет лучший салон Как бы, да, это факт Я думаю, вы видели достаточно дерьма Которое вылилось сегодня Не скажу, что я сильно расстроена Я скорее отпешена Потому что я такой тупости в целом Не ожидала от людей То есть, вот Ну, делайте выводы сами Как бы, все, спасибо за просмотр Обязательно посмотрите видео С которого все началось Ну что ж, пойдемте проверим салон Где делают Минейкюрин, Стасанка Карина Рапеляна и прочие ребята Просто я думаю, сами понимаете Когда вы приходите заодно и слугам Говорят, чтобы не успеть ее сделать Да, как бы, ну, такое настроение Это мастер просто